Сегодня, 7 декабря, город Екатеринбург, похожий на лучший город в Европе. Настоящий именинник. Сегодня отмечается День Святой Екатерины, небесной покровительницы этого города. В начале 18 века, когда на Исети начали строить сначала крепость, потом плотину, потом завод, отцы-основатели, задумываясь над именем будущего города, подобно тому, как люди тогда выбирали имена новорожденных исключительно по святцам, остановили свой выбор на той же святой, в честь которой получила свое православное имя в окрещении жена императора российского Петра I Екатерина. Для тех, кто путается в нюансах, повторим еще раз. Город назван не в честь жены Петра, а в честь той же святой, что и покровительствует и ей. Сегодня с утра архиерейскую божественную литургию служили в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Возглавлял службу митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Кирилл. Если бы наши предки строили город только для того, чтобы создать какое-то временное благополучие для тех или иных общин, то мы бы не дожили до этого времени. Но они строили, они всегда смотрели в будущее. И любое селение, любое дело, которое начиналось, оно начиналось и делалось для того, чтобы лучше и правильнее жили последующие поколения. Нужно оставить наш город красивым для тех, кто придет после нас. Нужно оставить наш город замечательным, таким, чтобы, которым хотелось приезжать и видеть настоящую красоту, а не безликость или все то, что затмевает не только внешний, но и внутренний взор. Крестный ход сегодня, едва отойдя от свято-троицкого, свернул на тихую узкую одностороннюю улочку Гоголя и по ней, особо никому не мешая, порадовав колокольным звоном и зрелищем наших друзей в американском и британском консульствах, перетек на улицу Пушкина и, таким образом, избежав необходимости топать по проспекту, носящему имя Ленина, пришел прямо к часовне Святой Екатерины. Здесь, на том самом месте, где еще до рождения завода и города была построена первая Екатерининская церковь, затем Екатерининский горный собор, взорванный большевиками весной 30-го года, был отслужен молебен в честь небесной покровительницы нашего города. Все честные отцы, дорогие братья и сестры, дорогие жители и гости нашего города, вот посмотрите в ту сторону, вот там башня нашей мэрии, она в какой-то степени копирует два храма, которые здесь стояли и которых сегодня нет. Богоявленский кафедральный собор, который сейчас стоит на ныне называемой площади 905-го года, и Екатерининский горный собор, на месте которого сегодня стоим мы с вами, пришедшие сюда помолиться. Даже те изверги, которые взрывали наше достояние, достояние нашей нации, нашего народа, и нашей церкви, и то они копировали в какой-то степени, чтобы, потому что память еще была жива, а они другого не могли придумать. Кстати, насчет храма святой Екатерины, которого в нашем же городе уже почти 90 лет нет, и это вызывает у гостей города однозначное удивление. Про новое место его строительства в сквере недалеко от театра драмы и про саму идею восстановления вообще недавно проводил свой опрос блогер Сева, и мы также недавно это дело подробно освещали, удивившись, что даже почти исключительно молодежная аудитория в пассаже в подавляющем большинстве оказалась однозначно за. А тут подоспели и результаты официального социологического опроса фонда «Социум», который приводит агентство «Урару». И тут явный перевес совсем не на стороне противников. Для начала сообщим, что более одной трети, 35% всех опрошенных, либо безразлично относятся к вопросу, либо вообще не нашлись, что ответить. А 64 оставшихся процента разделились так, 41% за и 23% против. То есть сторонников фактически вдвое больше, чем противников. При этом отдельно проводился опрос жителей центра Екатеринбурга, проживающих в непосредственной близости от места, где намечено строительство храма к 300-летию Екатеринбурга. Так здесь не 41%, а 55,7% людей поддержали такой вариант. Так что сочинители сказок о якобы всеобщем неприятии снова оказались с носом. Остальные с праздником. «Стеза именинством, с днем ангела нашего замечательного города, с днем памяти нашей замечательной, святой нашей покровительницы, с днем святой Екатерины».